Девушки отдыхают Сами не поняли, как мы доехали до небольшой деревушки слободского сельского поселения. Да видно, желание было великое, да помощь Божия прорвались. Снега тут видели и больше. Повезло, что дорогу не занесло, и мы победили бездорожье и насладились красивейшими предрождественскими пейзажами. Добрались таки до удивительного русского человека и его родового гнезда. Ни одно поколение Свецовых жило на этом славном месте. Стены дома помнят отца и деда-ветерана. Красота в оболенках. Нет, у нас вообще красиво. Райский уголок. Даже вот в такую погоду, в декабре, здесь все равно чувствуется, что здесь вот праздник Рождества на носу. Конечно, далеко еще до него, но уже рождественское настроение присутствует. Раньше у нас вот этих не было. Не было, то есть потом будет. Удивительно. Погода на улице не вдохновляющая на лирический лад. А он, несмотря ни на что, прорывается сквозь паспортное небо и с лякотным настроением. Ну вот мы и затерялись в медвежьем уголке. Или все-таки райском. Никто не дозвонится, сети нет. Так жил все свои 93 года на свободе русского раздолья Николай Свецов. Назвать бы его родителем Михаилом, так как он родился 21 ноября на Михайлов день. Да был в семье уже один Михаил, отец Николая. Так и получил Николай свое святительское имя. Скромно живет со своей дочерью Надеждой участник боевых действий Великой Отечественной войны Николай Михайлович Свецов. Скромно, но от души и с большой любовью к маленькой своей деревушке с нежным именем Абаленки. Жил не тужил, никого не обижал, никому не досаждал. Один из 20 в Михайловском районе, перешагнувших 90-летний рубеж ветеранов Великой Отечественной войны Николай Свецов. Красивые места. Вы здесь родились, Николай Михайлович? Да где же? Здесь, да? В Абаленках. В Абаленках, да. И всю жизнь здесь прожили, да? А призывались откуда? С Михайлово. С Михайлово, да? С Михайлово, да. Начал войну Николай Свецов в пехоте, закончил в артиллерии. В 18 в тот момент? Нет, мне уже в 18 не было. Куда попали? В пехоту, может, в хулигах. В общем, получается, что вы ехали на машине, да? Да. Тут начался обстрел. А они два мистера нам навстречу летят. Вот. Этот козер открывает вебенку мою в сторону. Прыгай! Я сюда, он туда. Трыгнули они, и больше нас обстрелить не стали. Вот так. Пробивает переднее колесо. Там, где вы сидели, с правой стороны пробивает телесо. Да, да, с моей стороны. Кабину пробивали. Баллон стоял сзади, считай, в бене. Ну, как раз, вот тут конец, а он вот от меня с баллона встал. Ее тоже пробивали. Вот. А ребята наши, как раз, вот так. И сюда не повернули, и туда. И они их раздавали поливать. Ребята говорят, сейчас что? Дали винтовку патрону, патрону, и летят наших. Ну, узнать, что с ними случилось. Отлучай, что будет, что в палат. Из-за всякого стеснения. Ну, я пошел. Иду, пожалуйста. Одна машина наша горит у них. Студент подбитый. Одна вот машина сгорела. Я, а земляист. А то я, да вот, там, да я. А я говорю, что я. Вот уже четыре месяца я был в пехоте, да. Да, действительно, на пехоте. Вот только придем с ужина. Мы думаем, да уж, где-то вроде. Можешь. Ружья. Все понятно. Не намерзно на вьюги. Вот. И ночью по полю ходишь. Быстро. Какой там пен. Живу уже не видят. Теплым, но суровым августовским днем 1942 года Николай Михайлович был призван на фронт пехотные войска. Всю войну Николай Михайлович воевал в рядах Первого Украинского фронта. Чуть не дошел до Берлина. На подступах к столице фашистской Германии их повернули в сторону Чехословакии, где расположился ненавистный враг. В общем, получается, что вы в Чехословакии встретили великую победу нашу. Да, 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 да. Мы поехали забывать припасами. Вот. Придержали, кругом стреляли. И никто ничего не поймет. Там стрелялись, там она кончилась. Мы, наверное, сейчас я заеду. Поехал, приглашаю, кончил. Перед Николаем Михайловичем стояла ответственная задача – заряжать своевременно грозу войны, легендарную, воспетую поэтами и композиторами Катюшу. С Катюшей, боевой машиной, Николай Свецов породнился на всю войну. На автомобиле ЗИС-6 было установлено минометное оружие БМ-13 «Катюша». В 1942 году их было мало. Ошеломляющая огневая мощь «Катюши» превосходила многие виды оружия. Там, где появлялись советские воины с этим грозным оружием, всегда заканчивалась прорывом немецкой обороны. Расчищался путь советских войск к наступлению. На окошке у Николая Михайловича расцвел декабрист. Потому что и съемки-то сегодня, знаете, какое число? Сегодня 5 декабря. У нас, получается, в 41-м году, в декабре, как раз немцы стояли в Михайлове. И у вас декабрист расцвел. Так здорово. Вот захватили, помните это время? Ну, а как я не помню-то. Вот тут приходи, приходи. Надо было лестчик ответить. В Слободке рядом. Уголи немцы. Вот где были. Немцы в Слободке были? Да. В Мишин были. Вот там, в Большак. Там, там еще. Туда. Вот там были. Вот ответственно. Николай Михайлович Свецов награжден за участие в боях и походах в Великой Отечественной войне медалями за боевые заслуги, за взятие Праги, орденом Отечественной войны. Вот таких людей, как Николай Михайлович, и Россия маточка наша держится, и выстрелили в войне за счет них. И мы живем за счет них, пока не разорвались, утонут. Мать работала в колхозе. Косила крюками и вязала снопы. Ветхую одежду носили поочередно. Голод не покидал ни днем, ни ночью. Пища-то однообразная. Вареная картошка, свой испеченный хлеб, капуста, огурцы. Вот и весь разносол. Отец работал и конюхом, и бригадиром. А затем и председателем колхоза в седьмой конгресс. Дома его редко был застать. Отдавал работе все силы и время. Вот, кажется, я уже прошел пять девочек, да? И там все на тракторах, на темах. А у нас тру и ноги, и все. Вот, как она ездит, так я и говорю. А там уже техника работает. А у нас лошадь, матушка. Вот тебе, эту землю, грили, твой участок, как и мол. Ну, так и было. Я тут, я все помню. Я всю эту революцию, я всю ее прожил. Я 24-м году. А все на моей памяти. Я не такой же был большой нож. Уже. Ну, с соображением. Да. Весь век в руках кулачили. Адевали, раздевали, обували. И все. А он все гнул и гнул. Спустя два года после великой победы над фашистами, в 1947 году, Николай Михайлович вернулся в родную деревню. Куда было идти ему, гвардии рядовому, без образования? Конечно, в родной колхоз. Молодая гвардия. Из-за отсутствия образования задержался в крестьянской одежде. Не носил Николай Свецов строгих и официальных костюмов. И супруга подобралась ласковая и трудолюбивая. Спустя год после того, как вернулся он из армии, повенчался Николай с Анастасией. Да, ему это злотая свадьба была. Вот фотография. У Свецовых родилось пятеро детей, четверо из которых – девочки. В 1952 году отучился на комбайнера. Работал трактористом до 1970 года. Фуфайка да валенки и крестьянская одежда стала родной и близкой скромному герою. Не гнушался он крестьянского труда. То разнорабочий, то на ферме, то на тракторе. Последние годы трудовые, будучи уже пенсионером, работал пастухом. А что бы я вам? Свою родину защищал. Нет, понимаешь? Как я не бежать? Ну, что бежать? А ну, может, и лучше так-то? Когда совесть у тебя в порядке, когда совестью ты живешь в мире и гармонии, совесть – это и есть бог в нашем сердце. Совесть наша, совесть. А то можно жить, шиковать там, а совесть будет грызть. Нет, нет, нет. Чуверен, все на шаге пахал. Потом, матрак, в 15-м году обучился, проксористом стал. То же самое ни дня, ни ночи. Там пошел на... Здорово бывает в небольшом деревенском домике, когда соберется вся семья. Часто оболенке наполняет звонкий смех молодых людей. В воздухе разнесется запах костра. Все 10 внуков и 15 правнуков спешат в далекую деревушку, где живет-поживает их героический, незлобивый и очень трудолюбивый дед. Дед такой, какого еще и поискать не найдешь. Я дочь, да. И вы здесь давно живете? Давно уже, да. Нерезно, вот вообще как вот... Вот тут такой медвежий угол у вас, я говорю, медвежий угол или райский уголок. У нас райский уголок здесь, просто дорога, вот дорога у нас эта и все. А так, что тут асфальт-то, по идее-то? Ну, в этом и прелесть вашего уголка-то, наверное. А если будет дорога, то тут что же будет тогда твориться? Ну, газа нет, мы не поедут уже. Сейчас все едут в ванню, там, покупили-то, потому что газ сделали, а тут нету газа. Вот, получается, здесь всю жизнь прожили, да, в оболенках? Или вы где-то в другом ездили? Мы как в 15 лет уехали в Москву. А, в Москве были. Там работали, потом замужем, дети. Муж у меня умер, черт не знаю, приехал. Сестра у нас еще же, еще четверо. У нас пять человек. Вот я тут у них постоянно здесь нахожусь. То есть одни девочки, получается, что это? Четыре девочки, один мальчик у нас. А, один мальчик. Да лучше. Если бы дома был, кто и знает, что было. Все-таки дочки все равно же близок родители. Ну, конечно. И вот вы уже сколько лет здесь сейчас? Я девять уже тут. Девять лет вы? Да. Вот с папой. С папой, да. Мама, я приехала как раз в девятом, а в десятом, в начале года мама умерла. Вот я с ним здесь. Ну, приезжают тут, постараются проехать. Ну, вообще, как вам эта жизнь такая вот деревенская? Ну, ничего, привыкла, а что, без проблем. Скотины нету, главное, в чем дело, вопрос-то деревни-то. Все, пошел купил, да, если печку только-то зимой растопить, да, если. Гвардия рядовому Николаю Свецову выдана после окончания Великой Отечественной войны Советского Союза с немецко-фашистскими захватчиками. В том, что личному составу нашей части, за отличные боевые действия и вам, участвовавшему в этих боях и проявившему в них доблесть и мужество, честно выполнившему свой долг перед Родиной, верховным главнокомандующим, маршалом Советского Союза, товарищем Сталином, объявлены 24 благодарности. В общем, молитвы Деда Прокофия вас спасли. Он Прокофий, да, был? Да, Прокофий. Вот, он вас всех вымолил. В колхоз он не пошел, у него коровы забрали, а вес у него забрали. То есть он не пошел, да, в колхоз? Нет. Он был, он крепким хозяином был, да? Крепким, крепким. Дед Николай был набожным человеком, не пропускал ни одного богослужения воскресного. Ходили оболенцы в Мишинскую церковь, к ней они были приписаны. Село Мишин расположено в четырех верстах от дороги из Михайлова в Пронск на расстоянии 15 верст от города Михайлова и 60 верст от Рязани. В окладных книгах 1676 года говорится, что в селе существовала деревянная церковь святителя Николая с пределом Федора Тирона. По преданию, она находилась там, где располагалось сельское кладбище. Дошедшая до нас каменная церковь во имя Вознесения Господня построена в 1753 году вместо старой деревянной помещикам князем Сергеем Васильевичем Гагарином. Спустя сто лет в 1855 году князь Григорий Николаевич Оболенский на свои средства пристроил к церкви трапезную с двумя пределами во имя Казанской иконы Божьей Матери и святителя Николая Чудотворца. К приходу села Мишина принадлежали деревни Слободка, Костыви и Оболенки, выселенные недавно из села Мишина. Без бога не жил и не представлял себя дед Николая Святцова, молился горячо за свой род, но богоборческие годы воспитали в духе атеизма его сына Михаила. И лишь сила молитвы праведника спасла внука на кровопролитных полях сражений Великой Отечественной войны. Доброе сердце Николая и большое трудолюбие продлили годы его деревенской незлобивой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok